Приветствую вас и хочется вам сказать, что у вас есть два варианта развития событий. В вашем случае. И первый вариант развития событий такой, что вы признаете тот факт, что ваш муж серьезно болен игровой зависимостью, и пока он сам не захочет что-то менять, все таки будет продолжаться, и ни о каком сохранении семидии не может быть, к сожалению, и речи, потому что до тех пор, пока проблем не будет человеком осознанно, он абсолютно ничего не будет менять. Менять свою жизнь, в том числе, в том числе, значит, человек, пока вы с ним, вот, пока вы поддерживаете с ним связь, пока вы не уходите, грубо говоря, от него, да, можно говорить о том, что у него нет стимула что-либо делать, у него нет стимула как-либо менять свою жизнь, просто потому что вы у него уже есть. Далее, вам в этой ситуации следует отстраниться от своего мужа, отдалиться, и именно в целях сохранения семьи, как раз таки, постараться оставить человека, чтобы он все-таки смог наедине с собой уже как раз решить для себя вопрос, что он будет делать дальше со своей жизнью, что он будет делать дальше с тем, как вот выстраивать отношения с вами, и, собственно, что он будет делать со своей зависимостью, то есть будет ли он, наконец, лечиться или, может быть, что-нибудь еще, наконец-то он придумает, да. Вот. Значит, это первый возможный вариант развития событий. Второй возможный вариант развития событий заключается в том, что вы человека принимаете, то есть понимаете, что он нависим, что он болен, а денег никаких больше ему не даете, все средства храните только на карте, например, своей пароли, который, соответственно, знаете только вы. Вот. И, соответственно, очень важно, чтобы вы сами поняли, что, будучи больным, он не способен мыслить здраво. При этом необходимо, чтобы у вас было четкое понимание того, почему ваш муж стал зависим от игровых автоматов, то есть чем обусловлена его такая позиция? Чем она вызвана? Ведь зависимость, в том числе и графа, это всегда определенная обредность, это всегда определенная неудовлетворенность своей жизнью, в частности, тем, что человек делает, тем, как человек выстраивает свою модель поведения, ну и так далее. И, соответственно, если вам удастся в процессе вот такого принимающего, скажем так, поведения, понять, почему ваш муж стал зависимым, то у вас появится шанс ему помочь, потому что никакое лечение, никакое воздействие специалистов не поможет ему до тех пор, пока он сам не захочет, и пока не будет ясно, какие у человека именно проблемы, да, то есть что растягивает его, окунуться в эту зависимость. Потому что еще раз, люди, ну, не просто так, значит, становятся зависимыми. Для этого, конечно, именно такая вот ситуация у вас сложилась, именно так вы можете действовать, именно такая вот парадигма складывается на данный момент, и именно из этих вариантов вы можете выбрать пути решения для себя. К сожалению, других путей попросту не существует. Я сожалею, что вам пришлось столкнуться с этим, но, тем не менее, действовать нужно именно так. И до тех пор, пока у вас не будет своей собственной модели поведения, до этих пор, я полагаю, будет у вас подобная неопределенность. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok